Студенческое время – золотая пора в жизни, делится Дмитрий Артемьев. В стенах Самарского объединенного университета он раз и навсегда влюбился в науку. Сейчас учится в аспирантуре, проводит исследования на приборе, с помощью которого можно на ранней стадии выявить рак кожи. Вот это у нас как раз появляется структура кожи, то есть верхних слоев кожи. И вот у нас глубина проникновения. Здесь вот единственная нормальная ровная структура. Когда у нас есть патология, если у нас, допустим, базальный клеточный рак, то у нас появляются такие темные ядра, темные гнезда их называют. Тем, кто трудится на пользу общества, в исследованиях помогают студенты. Сегодня у них первый день каникул, сессия закончилась. В научной лаборатории ребята вернутся в феврале. Здесь для них всегда найдется работа. Здесь студенты действительно оказываются незаменимы, потому что они должны, во-первых, разобраться, как техника работает, во-вторых, грамотно поставить этот эксперимент, ну и, в-третьих, естественно, обработать большой массив данных, которых они получат после эксперимента. И порой даже для одного человека, пусть это какой-то уже видный большой ученый, это задача неподъемная. День студента своей популярностью обязана императрица Елизавете Петровне. В 1755 году она подписала указ о создании Московского государственного университета. Покровителем МГУ стал ее советник Иван Шувалов. И не случайно день основания вуза совпал с именинами его матери. Отсюда второе название праздника – Татьянин день. Отмечали его всегда с размахом, гуляли вместе и студенчество, и профессура. Также этот день считался удачным для ворожбы. Девушки верили, на Татьяну привороты самые сильные. С Татьяниным днем связаны и немало народных примет. Одна из них – если на Татьяну морозно и солнечно, значит нас ждет хороший урожай. Алина Чемерес, Станислав Левин, События.